У нас закончился конкурс, осенний конкурс в Металл-Инвестбанке. У меня вот на сегодняшний день нет данных победителей, но я точно знаю, что победителем являются именно наши члены университета. Девочки, кто получил сегодня призы от Металл-Инвестбанка? Встаньте, пожалуйста. Ага, так, один человек, вот там, ага, опять села. То есть получили призы действительно достойные, хорошие. На сегодня нам предлагает Кранбанк только провести конкурс. Пожалуйста, вот вам анкетки раздали, почитайте внимательно. Здесь знаете чем хорошо? Здесь можно вам поучаствовать не обязательно в центральном офисе, а в любом офисе, потому что подведение итогов будет в каждом офисе отдельно. То есть вы можете в один офис, во второй, в третий сдать какие-то поделки, в результате что-то от них поиметь. Это тоже хорошо. У меня все, где наши лекторы. Я передаю им трубочку. У них 45 минут и потом перерыв. Мы начинаем новый учебный год. К сожалению, так получилось, что у нас одно занятие пропало. Но я думаю, мы наверстаем. Время, конечно, всегда бывает мало. Но занятия у нас будут как никогда интересные, потому что в этом году, как и в другие годы, мы получили все ваши пожелания, которые вы, так сказать, в конце прошлого учебного года нам записочками сюда подавали. В частности, в этом еще году, в декабре, будет очень интересная встреча с ведущей нашей поэтессой, литератором, известным человеком, общественным деятелем и режиссером документальных фильмов. Вот с Олексенко, Светланой Ивановной, она расскажет о своей творческой работе и покажет даже фильмы. Будет продолжена кривическая тематика, это основоположники текстильной промышленности, по теме основоположники текстильной промышленности Ивановского края. Будет рассказано о Гондорине, вот об одном из фабрикаторов, из клана Горелиных. Будут интересные встречи с победителями различных политических консурсов и конкурсов в БАСИН в том числе, а также с участниками литературных объединений и города, и области. И в конце, так сказать, учебного года будет очень интересная встреча с человеком, которого вы наверняка многие уже знаете, по его передачам на радио, особенно на телевидении. Вот это кандидат исторических наук, представитель, сейчас он работает в областной администрации, заместитель председателя областного общества краеведов, от Алексея Михайловича Семененко. Он расскажет об истории нашего города, о возникновении города, о Селеево. Ну, в общем, интересная будет встреча. Хочу сразу сделать несколько таких вот, два замечания. Ну, во-первых, сегодня я буду говорить о сложившей шузе традиции, хорошей такой, каждой. Вот наш учебный год начинается с презентации книжки, которые заметны для сфотографии и культуры жизни города. Вот, сегодня буду рассказывать о своей книге, о которой я вам уже говорил, что она выйдет. Вот она, наконец, летом вышла. И сегодня как раз я буду о ней говорить. Если кто-то захочет ее приобрести, пожалуйста, вот здесь она. Ну, там в конце, так сказать, подиума она есть. Вот, 250 рублей стоит. Это вот книжечечная себестоимость. И второй момент – это то, что если по ходу нашей встречи возникнут какие-то у вас вопросы, то, пожалуйста, вы их напишите. И, значит, вот сюда, на край сцены положите. Ну, пожалуй, в этом, так сказать, прямо были все. И теперь непосредственно насчет вот этой книги. Книга – это, она, в общем-то, писалась, конечно, не один год. И, в общем-то, вот сегодня уже говорили, что это основная тематика в ней. Книга – это поэтическая, это сборник поэзии. И туда вошли все существующие, так сказать, виды лирики. Вы знаете, что самое, так сказать, основное направление в поэзии – это лирическая поэзия. Вот, но многие еще, так сказать, по старой привычке думают, что лирика – это, значит, вот природа, вот картина природы и любовь. Вот, но это только одно из направлений этой лирической поэзии, а ее очень, этих направлений много. И вот, конечно, здесь представлены и картины природы, так называемая пейзажная лирика, и любовная лирика здесь имеется в достаточном количестве, и так называемая социальная, или еще философская лирика, ну и много других. Но самая главная, наверное, большую часть книги – это поэзия гражданская, поэзия такого остросоциального направления, патриотическая поэзия, в общем, о том, что сейчас происходит в нашем городе и в нашей стране. Наверное, все люди уже такие, которые пожили в нескольких формациях общественных, в нескольких даже государствах, вот, и знаете, что к чему его, наверное, будет это близко. Ну, еще только единственное, что хочу сказать, что вот некоторые стихотворения, наверное, будут вам уже знакомы, знакомы, потому что многие из них звучали по телевидению, по радио, были напечатаны в различных газетах, вот, но здесь они собраны, во-первых, все вместе, во-вторых, очень много новых, вот, а в-третьих, будут такие, которые значительно, так сказать, уже, ну, что они переделаны, или авторские поправки, или редакторские. В общем, давайте переходить к теме. Давайте начнем, наверное, с патриотической темы. Несколько, ну, два, там, стихотворения, прочитая о Великой Отечественной войне. Вы знаете, что в следующем году исполняется 75 лет, садя нашей победы, вот, а Иваново, Иваново с Десянской, Иваново всегда был в центре каких-то событий и революционных, и военных, у нас очень много героев Советского Союза, и, вот, одно из брендов литературных, это герои-со-бронтовики, которых вы прекрасно знаете, которые участвовали в войне, и, к тому же, еще они стали замечательными, и впоследствии до этого были замечательными поэтами. Вы все прекрасно знаете, да, это и Дудин, и Жоков, и Майоров, и Лебедя. И, кстати, вот, Николай Майоров, ему исполняется вот юбилей, раннее рождение, и по решению правительства, сглобус, партамент культуры, в следующий год объявлен у нас в рамках Года культуры и литературы, Года Николая Майорова. Первое стихотворение, вот, как раз я хочу почитать, оно посвящено тем поэтам-фронтовикам, которые прошли всю войну и были не только замечательными поэтами и до войны, и по времени войны, и после, в общем, которые пришли с войны. А вы знаете, что Алексей Лебедев и Николай Майоров, они не вернулись. И так с войны называются поэтом-фронтовикам. Мы воспитаны войною поколения грозных лет, Мы возвышены войною, это наша тьма и свет. Мы, обычные ребята, грудью встали за страну, Добровольцем каждой пятой отправлялись на войну. И она нас проверяла, отпирала не спеша, Из какого же металла отлетала у нас душа. И, конечно, без сомнений возвращался в мирный век, И сгорнил ее сражений высшей пробы человек. И с солдатом возвращались там рожденные стихи, В них великая и малость, годы, месяцы и дни. Это память фронтовая и сейчас для нас важна, Потому что каждый знает, как закончилась война, Какова цена победы, забываем мы порой, И, наверное, наши беды от забывчивости той. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Праздник Героя Победы, оно звучало и по нашему, так сказать, По нашим каналам телевидения, и по ТРК, и по Барсову, И в том числе еще и по культуре, потом присутствует. И по культуре, в общем, даже написана песня, Ну, правда, у нас здесь малоизвестно, но в основном столице было на праздник Победы. Майский праздник, гром Победы, Ветки яблоню окна, людям радость, А кому-то снова вспомнилась война, И погибший под Берлином чей-то брат, отец, ли сын, Был единственным, любимым, в целом свете был один. В битве первой под Смоленском, вражий ток, закрыв с собой, Парень этот деревенский гибель встретил, как герой. Или там, под Сталинградом, он упал в кровавый снег, Нет его сегодня рядом, без него закончен век. Их самих осталось мало, кто запомнил тех солдат, Как порой не доставало юным девушкам, ребят, Матерям своих сыночков, жизнь отдавших за страну. И нельзя поставить точку, и нельзя забыть войну. Майский праздник, гром салюта, Ветки яблоню окна, людям радость, А кому-то снова вспомнилась война. Несколько стихотворений о майнстриме лирической поэзии, Это, конечно, пейзажная лирика, стихотворение природы, Ну и второе, она плавная, я уж не буду ее специально объяснять, Это про льпофит, как говорят, льпофит, льпофит. Вот первое стихотворение, так уж немножко скажу, Ведь прям было, оно было написано достаточно давно, Правда, проводка произошла, и была известна песня, Такой, так бы, литературной музыкальной композиции, С которым выступал знаменитый в 70-е годы, Начало 80-х, это был такой, в Урманове, Тоже такой же, в точности, как у нас дворец текстильщиков есть, Вот там был народный интеллектив, русские узоры, И вот с этой вот песней, с этой композицией, Они начинают свое выступление, кстати, Кто-то может помнить, был такой у нас первый секретарь, Это вот его пололюбимый ансамбль, он и народный, и ему надо. В перевеске тихо, белая береза, Вся дождем омыта, распустила косы, Напевает ветки песня о России, Где дожди нередки, где снега большие, Но весною ранней солнышко нет ярче, Лето долгожданнее, веселее и жарче, Нет нигде на свете голубее небо, Месть милее этих и вкуснее хлебовей. Встанут утром рано, небо розовеет, Легкую прохладу, ветерочек веет, Где-то в поднебесе раздается громко, В жаворонках песня родной сторонки, И ведет тропинка через лук цветущий, К роднику в низинку, Заповедный, пущий, На душе привольно, Здравствуй, здравствуй, лето, Родины, Ростолья, Мир, тепла и света. Когда с рассвета засыпают звезды, И алым озаряется восток, В моем сходу благоухают розы, В рассе купая каждый лепесток, Заводят песню утреннюю птицы, Прохладой легкой тянет из окна, И зайчик солнечный по комнатам резвится, Умножусь многократных стекла. Одно маленькое такое лирическое, Кривическое отступление, Чтобы вам немножко чуть понятнее было, Я уже тоже настолько такой возрастной человек, Что когда-то учился в четвертой начальной школе, Наверное, многие знают, Что были такие в свое время начальные школы, Потом, до четырех классов, Или потом переходили в средний образовательный дом. Вот четвертая начальная школа, Которая находится на улице Арсения, Вот, здание, Очень интересное в историческом плане, Когда-то в начале 19 века, Это было, как и многие здания, Оно двухэтажное это здание, Каменное, Что было тогда в то время редкостью, И как и многие другие здания, Это была набойка, Набойка, где производилась хлопчата, Бумажная ткань набивалась краской, Вот, потом в свое время, Уже когда пошло укропление, Так сказать, предприятия стали, Вот уже как бы фабрики такие, Фактуры образовываются, Эта набойка была куплена, Купцом там, Не будем даже говорить, А каким купцом, Но во всяком случае, Она стала использоваться так жильем, А вот в конце 19 века, Ее приобрел Иван Гарелин, Подарюк городу, И там, в этом здании, Находилось первое, Иваново-Вознесенский, Земское начальное женское училище, Вот, училище было очень интересное, Вот, и тогда эта улица называлась Не улица Арсения, А Малая Круглиха, Вот, вы знаете, Что такое вообще Круглиха? Кто-то может слышать? Есть Малая Круглиха, Была и Средняя Круглиха, Была и Большая Круглиха, Так вот, Круглиха, В конце 18 века, Это была роща, Березка, Такая круглая форма, Которая находилась практически Вот, в центре нынешнего города, Ну, и даже, может быть, Иваново-Вознесенский, Нынешнего города Иваново, Тогда она была далеко-далеко За селом Иваново, И туда хотели, в общем, Собирать грибы, Вот, а в середине 19 века Рощу срубили, И управляющие, вот, значит, В очередной конторе братьев Шереметьево, Он там насадил на этом месте Липы, кусты, акации, И это был так называемый Графский сад, Многие из вас, наверное, Даже знают это название, Впоследствии, в советское время, Этот сад стал называться Сад 1 мая, вот, Ну, вообще, тут это отдельная тема, У нас она еще будет, Это панемики, Вот, и какие улицы, Какие вот назывались, Улицы были, У нас осталось только Непеременованных, В Иванове, Только 12 улиц, Остальные все, Да не поразовавшие Переменованные улицы, Вот, в том числе, Вот Крутильская улица, Она вот одна из 12, Были названия не очень Буквоза, Буквоза, Вот, например, На улице Пушкина Называлась улица Задня, Вот, ну, Это уже, так сказать, Долитария, Открылся, И так вот это Сихотворение, Посвященное вот этой Школе моей, Ну, и там, Соответственно, Первая любовь была, Знакомые мне с детства Тополя Роняют пух На трещины асфальта, Вот школа, Постаревшая, Моя, И много лет Служившая мне парта, Когда-то здесь, Давным-давно, Смешная И наивная девчонка, Влезала через низкое окно, К такому же наивному Мальчонке, И мы учили вместе чепуху, Которую совсем забыли вскоре, Но вот чего, Забыть я не могу, Так это глаз, Сияющий Моря, Жаль детства, Не вернется никогда, Но так заведено от века, Уходят люди, Годы, Города, Лишь память Не покинет человека. За Шуей Есть Большая речка, Многие ее знают, Это Молох, Там чистая, Прозрачная речка, Особенно раньше она была, Там была В моем детстве У родителей дача, Там была у меня Вторая влюбленность, Такая тоже юношеская, Ну, Во всяком случае, Очень такие, Когда уже человек Начинает с возрастом, Вспоминает свои вот эти, С особым таким, Наши чувства. И вот писалось Такое современное Сихотворение. Как хочу я снова Повидаться с речкой, Кто течет за шуей Среди сов и трав, Из груди гадрова Выборно сердечко, Где селепую большую Встретит, не узнав. Над водой прозрачной Кружатся стрекозы И кувшины кнежных, Желтые цветы, Тихий домик дачный, Дождевые слезы, Все твои надежды, Все мои мечты. Быстро тает лето, Словно миг единый, Солнечные блики В зеркале реки. Не вернется этот День июльский длинный, Запах земляники, Тепло руки. Дважды в ту же реку, Не зайдешь, конечно, Не вернется в прошлое, В беги быстрых дней. Нужно человеку В этой жизни крешной Сохранять хорошее В памяти своей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Станем опять Прохожими Среди судьбою Рассеянных тем Две касались Несхожими. Нет сердца, Душа не болит, А память Сестра милосердия Любовная шла, В груди не горит, Предрадость Вошла из предсердия. Хотели вернуть, Хотели забыть, Позабыли совсем Те сны, Что когда-то Снились, Хотели уйти, Ушли совсем, Чтоб дольше Разлуки Длились. А в идеале И вовсе пропасть, Исчезнуть из списка Живущих, Попасть под садвение, Полную власть, Где нет больше Дела и мурщих. Останется что? Да почти ничего. Так пару строчек Не боли, Но зерна стихов Прорастают легко В твоем Акустическом поле. Есть, конечно же, Стихотворение, Просто у нас Время здесь недостаточно, Потому что Как бы побольше Хочу Почитать Тех стихов, Которые Ближе всем нам, Потому что можно, Как в общем-то Многие делают, Нынешние поэты, Писать Писать Вот о Травке, Блачках, Значит, О желтом солнышке, Зеленой травке, Вот различные какие-то Вечи, Которые, так сказать, Я называю Сисами, Это у вас Постмодернизм, Так сказать, Упражнение Такое Словесное Разное И многие, Многие другие Как-то Глаза закрываются На то, Что В какой стране И что в ней происходит, Как мы живем, Что в родном городе Происходим Вот мне, конечно, Хотелось бы побольше Этого Потому что Одно с Сокровением Из такой Философской Школы Я почитаю Когда придет Пора уйти Останусь честен Сказав Последнее Прости Вам буду Неизвестен Все было в жизни Без прекрас И беды И удачи Но я же был Одним из вас А это Много Значит Пускай останется Бьен Нотр Не надо грусти Я думаю Апостол Петр Меня Пропустит Ну Бьен Нотр Это По-французски Все хорошее И все наше хорошее Наши хорошие Аплодисменты Вроде город Становится Хорошим Вроде В магазинах Есть еда И товаров Много Пусть не наших Хоть и дорогого Добываем газ Кто-то Должен Пошла пора Такова Суровая Расплата Я вам сказал Книжка Это Называется Город Ив Точка Ру По сути Делая Благодать Когда же вернется Благодать 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 Дым Отечество Глазами Глазами Ест По-тонкам АПЛОДИСМЕНТЫ Стихотворение Называется Серебряный город Бывший текстильный Ну Не мне вам говорить Что Серебряный город Это у нас первый Торгово-развлекательный центр А бывший текстильный Потому что Когда-то Иванов Это Считался Текстильный центр Нашей Страны Нашей Родины Где каждый пятый Нет Ловчат бумажные Ткани На наших Родины Раньше Не было Изъянов А теперь Весь мир Таков И у нас В краю Иванов Стало Много Дураков В дуре Мы всего Добились Лучше Встроить Чем Ломать Все Все Работать Разучились Научились Торговать Торговать И развлекаться Только Фабрик Корпуса Продолжают Оставаться Попадаясь На глаза Но и в них Сегодня Даже Развлекается Народ Это Центр По продажам Раньше Фабрика Завод Есть товары Там Любые И один Другого Краши Правда Хоть и выглядит Неплохо Только Есть Ее Нельзя Как Живем И как Мы Дышим До сих Пор Всего Не знаем Голос Разума Незвышен Развлекаясь Погибаем Наверное Вы уже Немножко Устали Такого Накалу Так сказать Граждане Все называется Гражданская Лирика Я вот Не зря Сказал Что Большая Часть Как раз Посвящена Большая Часть Книги Как раз Гражданской Лирике Патриотической Теп Антипостер Социальной Вот И Наверное Не зря Что Вот Информационную И финансовую Поддержку Этой книги Наверное Без нее Она и не получилась И не вышла По крайней мере Так Достаточно Быстро Свет Оказал Оказал Обком Партии КПРФ Вот И в частности Вот ее Председатель И Глава Фракции Этой партии В государственной Думе Александр Бойков Он Вчера В общем-то Говорил Что еще Мы видим Там какие-то Сейчас Напряженные В государственной Думе Дут Заседания Разных Комитетов Или он Может подойдет Или Во всяком случае Вот он Обещал Быть И еще Хочу Представить Человек Который Вы конечно Без сомнения Уже узнали Многие Его давно Знают Это Председатель Нашей Ивановской Писательской Омганизации Член Правления Союза Писателей России Вот Перебивочка Небольшая Хорошо Читает Александр Сергеевич И как заметили Всегда Вот В течение Всего времени Отведенного Без Шпаргалки Это он Умерет И я бы его Медаль На грудь Повесил За его Просветительскую Деятельность Которая Действительно Идет В таком Хорошем Объеме Выступает Везде Всюду Где только Бывает Возможно И Всегда Интересно Ну вот Этот Как он Сам Себе Сказал Возрастной Человек Буквально Через Три Недели Отметит Своё Уж я не закрываю Большую тайну Семидесятилетие Ну раз Назвался Я Возрастной Я считаю Что Этот Возраст Вот для него Человек Очень деятельный Энергичный Вот для него Это Возраст Совершеннолетия И мы Ещё много И много Ждём От него А Вот он В руках Дожал Вот эту Книжку Нашего Альманаха Ежегодника Откровение Альманах Ежегодник Ивановской Писательской Организации Где у него Хорошая Большая Подборка Ну а я Взял на себя Уже тут Маленькую Врезочку Сделать Под Заголовком Собрату Паперу Я маленький Фрагментик Вот из этой Врезочки И хочу Угласить Александр Шестунин Является автором Более полутора Десятков Редкостно Разножанровых Книг Разножанровых Настолько Что трудно Дочки Ну спасибо Альманах Слишком Ну давайте Уже где-то Раздел Который Относится Ну он Не критический Но в общем-то Такой Коронической Литературе Вот там Разножанровые Миниатюры Собраны Вот В виде там Многов Диалогов Таких-то Таких-то Маленьких Таких Интермедий Вот Но все Они относятся К нашему родному Буду К Ивану Вот И Вот Цикл Этих Прозведений Называется Хроника Ива Воза Ну Швой Иван Вознесетский Вот Как вы Помните Наверное Вот Недавно Прошлым Был у нас Такой Губернатор Михаил Минь И он Очень Желал Старался К сожалению По финансовому Там с изображения Ничего не вышло Применовать Обратно Наш город Иваново Вознесетский Вот Я даже Написал Такую Четверостиши Которые Ну Не мной Но во всяком случае Я точно знаю Что был Ирин Даже ему Вот И он Купшеньки Увез с собой В Москву Не знаю Читает Там или нет Но это Буду До мной Кстати Он звучал Вот так Что Для города Главное Сражение Идет Вселенское Оставить Как было Иваново Или Оставить Как было Иваново Или Еще Вознесетское Вот Оно Тоже Кстати В этот Поцик Уходило Итак Хроники Ира Роза Я не хочу Иваново Ну Вот Только В одном Так сказать Вот этом Первой Миниатюрке Я Сделал Небольшое Переяснение Предыдущий Попонятнее Кстати Миниатюр Называется Пушкин Ивановый Вот У нас На площади Пушкина Может кто-то Помнит Дом Учителя Он Сейчас В общем Стоит Только Сейчас Там Разные Конторы Но все его знают Как дом Учителя И там Вот С одной Стороны Которая На площади Пушкина Выходит Даже Был ресторан Пушкин Кто-то Помнит Так Он Не Долго Подсуществовал Кстати Это Я считаю Одной Из своих Заслуг Это Первая Ремарка А вторая Ремарка Это Вы Может быть Должны Где-то Читали В Кривических И Сами Вы Видели У нас На Улице Пушкина В конце Где-то Дом Правительства Где Представитель Президента Был Бувший Савдняк Гандурина И Научной Люблиотеки Туда Там Значит За Заборщиком На Газоне Стоял Бронзовый Пюрст Пушкина Помните Кто-то Его А потом Его Убрали Сейчас В Сапасниках Музея Вот Ну вот Теперь Я Серьез Ремарки Сделал Теперь Слушайте Глиантюру Выхожу Из Пушкина Стою Перед Памятным Знаком Пушкину И Друг Поднимаюсь И поднимаюсь На улицу Пушкина Прохожу Мимо Бронзового Бузда Пушкина Как жаль Что в нашем Городе Никогда Не бывал Пушкин Следующий Миниатюр Называется Иван Иванов Из Ивана Жил Да был В славном Городе Иваны Коленной Старейший Ивановский Житель Иван Иванович Иванов Пошел Как-то раз Иванов Иван Иванович В банк Чтобы за квартиру Заплатить А перед этим Зашел На рынок И купил Там Килограмм Курцов И вот Получилось Смешно Иван Иванович Иванов Из Иванова В банке С огурцами Летом В Иванове Должен был Состояться Съезд Лохов Лохи Со всех Районов Съехались В опластной Центр А съезд Отменили В парке В парке Культуры Отдыха Имени Степанова Этим летом Открылся Новый Аттракцион Девушка С веслом За символическую Плату Любая Женщина Взяв В руки Весло Может Снова Почувствовать Себя Девушкой На площади Ленина Трое Неизвестных Напали на Гражданина Отнялись Зажгли У него Паспорт Теперь Неизвестных Четверо Два Состояния Чистоты В Иванове Чистоты Два Состояния Чистоты В Иванове Первое Вся грязь Замерзла Второе Вся грязь Высохла За два дня До дня Города Из Иванова Счезли все Кошки И собаки Вот такие Пироги Господа Сейчас Иванова По числу Церквей Сравнялась С Гордом Иваново С Десенским По числу Производимых Тканей Селом Иваново А по количеству Торгоразвлекательных Центров С Москвой Того же Времени Вот там Есть Такие Циклы Что Вот циклы О реке О нашей Могучей Реке Угодь Если Угоде На тебя Напал Водолаз Выдернишь Шнур И разбежьте Куру Где Были Утки Скоро Будут Куру Вот это Подражание Японским Ну кто-то Может знать Хок Или Значит Вот Фуги Такие Миниатюры В Угоде Которую Мы Называем Рекой В Жидкости Которую Мы Называем Водою Рыба Есть Редкая Фида Ну Врегнайф Угодь Залезь по колено В реку Угодь Собери Там Двадцать Палочек Коха И получи Кружку Эспорта В подарок Иванова МТС Новый Тариф Кончай Болтать Каждые Последующие Секунды Вдвое Дороже Предыдущей Время Уже Все Значит Я тогда Заканчиваю Развлекал Давайте Перейдем К основной Теме Много Нас Учили Да Только Мало Толку Быстро Позабыли Мы Царя Петра Все Опять Разбили В октябрь И перестройку Пиги Воровали В общем Как всегда Широтой Душевной Не закроешь Дури Никакой Загадки В том Вопросе Нет На уси Наверное Уж Такие Люди Вот такой Странный Наш Менталитет Вроде Чего там Все же Есть Для жизни И земля И страна Большая И земля Богата Ты жили Работай Да гордись Отчизной Но для нас Такая Доля Простовато Нужно Все Расрушить А потом С надрывом Болью Слезами Создавать Опять Вновь Досыто Кушать Будем С перерывом Но без Перерыва Можно Все Ломать Интересы Шкурные Предпочли Мы Стадным А инстинкты Наши Выше Чем Законы И дела Амурные Завсегда Отграднее Чем Поля И пашни Фабрики Заводы Долго Ли Беспечно Подорожной Пыли Словно Бесноватым От судьбины Бегать Вопросы Вечные Так И не решили Кто же Виноватый И чего нам Делать Есть форма Есть форма Но нет Содержания Не нужен Никто Никому Огромных Размеров Молчания Накрыло Больную Страну Когда же Дром разума Глянет Крестясь Мы услышим Его Все громко И дружно Горлами Не слышит Никто Никого Король Без сомнения Голый А все Говорят Что в одежде И тот же Совсем Невеселый И скоро Сядет Надежда Ну Время Так сказать Уже подходит К концу Я еще Немножко Не прочитал Что хотел Но Закончил Все-таки Немножко Такой Ну Что я Сказать На оптимистической Ноте Потому что Хочется Вить Хорошего Правда Хотелось бы Пожить По-человечески Общаться Только С умными Людьми Чтобы Не стыдно Было Перед Вечностью Которая Нас Ждет В конце Пути Хотелось Родиться Много Позже Чтоб Сердце Не болело За страну Не мучиться От горечи До дрожи Не чувствовать Гражданскую Войну Страну Не выбирают Где родиться Сегодня Не дождаться Нам Мессии Но все Таки Хотелось Бы Гордиться Увидев Возрожденную Россию Если Какие-то Вопросы У вас Будут Вы Прямо Туда Складывайте Ну И Вскучение Я еще Хочу Иль Васильевич Я считаю Вить Не только Полный Аншлаг Александр Сергеевич Но И полный Успех Ну а как У нас Так уж Водится На Руси Что не Александр Сергеевич Что Обязательный Гений Так что Александр Сергеевич Поздравляю тебя И Желаю тебе Вот Такой же Активной Работы Активной Деятельности И С молодыми Нашими Людьми Творчес Из творческого Круга И С ветеранами Что ты И делаешь Собственно Дарья Взяв У меня Переняв У меня Эстафету Потому что Когда-то Я был Руководитель Одной Из секций Нашего Факультета Филологического Как им Назовить Факультета Ивановского Университета Третьего возраста Ну А сейчас Успешно С этой работой Справляется Александр Сергеевич Я Очень радуюсь Этого обстоятельства Александр Сергеевич Возвращусь Спасибо вам Для Станца Я хочу Если есть Какие-то вопросы Вот Пока у нас Есть Пару минут Можете Прямо Сразу Задать Или Письмо Можете По теме Что дальше Будет Или Пожелания Какие-то Или Вопросы Я сам Хотел спросить Больше Все-таки Вам включили Кореевических Тем Или Литературных Что больше Интересует Потому что У нас Так В этом Учебном Году Так и Будет У нас Осталось Сколько Значит Три Будет Кореевических Тем И Четыре Литературных В том Сле Я говорю У нас Таких Один из Самых Знаменитых Три Ведов Вот Александр Михайлович Сменин Он Значит Будет Выступать У нас Весной А в Прошлом Году Вы Знаете Выступал Александр Михайлович Тихомиров Александр Михайлович Он и Хотел Еще У нас Выступить Как Вы Считаете Вот Если Будет У нас Но Это Уже Не План Потому что Он У нас Не По Календарному Плану Но Мы Вопросов Нет Ничего Пожелания Тогда Я Значит Спасибо 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 Воскресенье Поздравляю вас С новой Книжкой С выходом Вашей Пятнадцатой Книги И Всего Хорошего И Встретимся На юбиле Еще раз Спасибо Спасибо вам Большое За интересную Лекцию И Всего вам Самого Доброго Главное Здоровья И Вы Нас Еще Порадуете